Зовут меня Максим Стаценко, проживаю я в городе Киеве. Все люди, которые занимаются со мной, сейчас сотрудничают, это люди, которые пришли из далекого телевидения. 20 лет назад начали свою карьеру, и кто уже в чем стал больше развиваться, тот начал в этом продвигаться. Я начал свою деятельность на парламентском телевидении, народное телевидение Украины было такое, которое в Верховной Раде показывало все новости. Работал видеоинженером, учился этому. Там проработал я недолго, ушел оттуда, потому что не сильно была интересная работа. Вторая моя работа, хорошая, творческая, это была Рогозе Продакшн. Юрий Рогозе, который день рождения буржуй написал, делали проект такой, телевизионный цвет ночи. Это телевизионный проект, который был постановочный, показывали его на Интере и на НТВ. Где-то год мы проработали в полной идиллии этого проекта, пока там не были какие-то внутренние изменения. И как бы пришлось оттуда покинуть, потому что поступило предложение пойти на телеканал Интер. Работать на ОРТ, международный канал, ретранслировать эфирным режиссером. Где, в принципе, я и проработал где-то около полугода, после чего попросили меня перейти на телеканал Интер, как лучшего режиссера. Потому что набирали новых режиссеров, и Интер переходил на круглосуточное вещание. Там я был выпускающий режиссер эфира, то бишь вел и прямые трансляции, и обычный эфир. У нас было 8 человек, где я с удовольствием еще там проработал 2 года. Где-то за полгода до ухода с Интера я перехожу работать на вторую работу параллельно. Это был ассистент режиссера программы «Милорама», музыкальная программа. Режиссером был на то время Андрей Будукевич, Ольга Горбачева, руководитель проекта. Ну, соответственно, я пришел туда как ассистент режиссера на монтаж, то есть склеивать эти все ролики, поднимать рейтинг и уровень программы, которая уже была 7 лет в эфире. Мне это стало очень интересно, музыкальный мир. Почему? Потому что я смотрел в то время MTV американский, ну, как делают американцы свое телевидение музыкальное. Мне это очень нравилось, и я, в принципе, по образу и подобию, в принципе, не буду кривить душой, там учился. И, соответственно, монтировать начал программу именно так, как делают американцы красиво. То есть, и все получалось, рейтинги подняли. Ну, и очень нравилась программа. На самом деле, я думал, конца и крайне будет эта работа, потому что это самое, из многих, где я побывал в этой жизни, это самая была интересная работа, и хороший коллектив, очень хорошие люди, и очень хорошие условия, и хорошая зарплата достойная. Я ушел уже из Интера, и почти что 3,5 года проработал режиссером. Ну, уже режиссером, потому что условия моего боеперехода с Интера и окончательно на Мелораму, это стать режиссером программы Мелорама, иметь полную, как бы, возможность действия, раскрытие своего творчества, помогать другим его раскрывать. В то время очень много было музыкальных фестивалей и конкурсов. Это и Евровидение, и Песня Года, и Таврийские игры. Много фестивалей были в разных странах. MTV Россия была, MTV Американский был. И Юрмала была. Очень много было интересных проектов, Игры Патриотов были, мы ездили. Мы делали и проекты, которые связаны с розыгрышем лотереи, Славутич С-миллион. У нас был розыгрыш Стажары, были подсолнечное масло. Ну, такая подработка. Ну, и плюс еще я занимался, монтировал анонсные ролики для телевидения Мисс Украина. Или Мисс Шанс, это Интер проводил свой внутренний проект, и я делал постоянно анонсы. То есть, за дополнительные. Участвовал в других проектах, такие как Сорочинская ярмарка, мы делали мейкинов, Мушкетеры, и, по-моему, Снежная королева, я не все помню. Но мы с успехом, конечно, протолкнули проект, с Настей Микитюк, которая впоследствии стала режиссером программы «Квадратный метр» на Интере. И, как бы, вот, пройдя этот путь, когда уже в 2007 году расходились, и получается, что у нас было разбегание всей команды, и я создаю компанию «Максимус Медиа». Вот отсюда начинается самое интересное, потому что все время, когда я работал там, я работал на кого-то, получал зарплату, которую считал достаточно, но я думаю, что этого было мало, потому что мы шли вперед и хотели создать свои компании. И, разойдя в 2007 году это произошло, я создал компанию «Максимус Медиа». Ну, не без поддержки людей, мне помогли это сделать, сделал товариство «Максимус Медиа», на английском «Максимус Медиа», или на русском «Общество с ограниченной ответственностью», которое было возможно было снимать, и все делать творческие уже официально, как юридическое лицо. Но так как были сложные времена, и кризис мировой ударил по всем секторам, и по кино, и по телевидению, многие проекты были очень такие быстротечные, и где-то не до конца доделанные. Первый проект, который я делал, это был связан проект с 3D-мультиками. Это скетт-шоу, мы даже ему название до конца не придумывали, но собирались этот сделать 26-серийный сериал 3D-шный, такой скетч со своими героями выдуманными, и уже были почти что, уже, как говорится, на первом этапе, когда надо было делать уже демо-версию ролика, ну, и спонсор наш подвел, деньги нам не дал, потому что надо было заплатить зарплаты, чтобы сделать первую демку, 5-минутную показать. Это мы работали с Александром Роднянским, вот, он согласен был заплатить за него. Ну, там маленькие нюансы, как бы этот проект не пошел. Ну, был еще второй параллельно запущен проект, это щепка, это виртуальная такая камера, это такая слежка за квартирами, установленная в разных местах, и самая неинтересная квартира должна была выбывать ежемесячно, там, по-моему, или еженедельно. Кто участвует в реалити-шоу, то есть и все зрители в интернете, если бы не нравилось подглядывать за кем-то, и что-то было неинтересно происходило в квартире, они голосовали за выбывание этой квартиры. Ну, там тоже были нюансы, тоже там не сильно все пошло. Когда не получилось это все, еще с парой спонсорами тоже были небольшие нюансы, было принято решение, пригласили в университет Карпенко-Карова, театр кино и телевидения, написать учебную программу и преподавать предмет режиссер-монтажа. На что я вначале отказался, сказал, что мне нет на это времени, а потом у меня появилось время, я решил, что все-таки да, думаю, что режиссер-монтажа это очень интересная профессия для молодежи, они не знают ее, и телевидение востребовано, ищут этих специалистов, а их нет, они все самоучки. И было принято решение написать учебную программу. В 2009 году было написано учебная программа, она уже преподавалась. В 2009 году я вошел в ученый совет университета с Безгином Алексеем Игоревичем много обговорено по поводу того, чтобы создавать студенческое телевидение в Карпенко-Карова, где бы студенты могли показать свои работы, то есть создавать сеть между университетами, даже был разговор с Шевченко-университетом, с КПИ, предварительные договоренности, что да, они согласны, чтобы их научили правильно монтировать, снимать, чтобы это было все-таки качественное телевидение. Но так как времени не было, и надо было идти дальше, то есть было принято решение заниматься школьниками. В 2010 году был начат проект «Школьное телевидение» в городе Киеве. В частности, в школе номер 57 были первые пробы проведены, набрана первая группа молодых ребят, старшеклассников обучаться на ведущих, операторов и на видеомонтаж. Что, в принципе, с успехом была проведена программа первый год, и девушка, которая закончила наш курс, одна из, она не получила диплом, это был социальный проект, Дарья Сипигина, пошла дальше по стопам и попала на шоу, модное шоу Mercedes-Benz Fashion к Даши Шаповаловой. Стала у нее лучшей журналисткой. То есть, у нее было пробы, то есть, это одна из наших учениц, которая вот показала, ну, какой уровень мы преподаем. По ходу, ну, лично я, как преподаватель, преподавал частные уроки, делал, вот, и по ходу мы развивали это телевидение, делали свое кино, свои клипы. Есть разработанная схема школьного телевидения, где очень много сказано про это, где люди, ну, дети могут обучаться бесплатно, ну, на первом этапе. Потом второй этап, уже более профессиональный, так далее, уже могли бы даже зарабатывать. То есть, программа разработана не только для школьников, но и для студентов. Вот. И пять лет посвящены школьникам. То есть, очень много вот сделано проектов, которые совместно мы проводили из Эрой творчества, из Бэби Фэшн, связанных с детской модой, проект, и был связан и с ГОРУПРАВЛЕНИЕМ, и РАИУПРАВЛЕНИЕМ, и было сделано, ну, сделан был фильм, поездки в Артек, это всех лидеров города Киева, ну, и сборы лидеров, это лучшие ученики города Киева, где, в принципе, освещена была показана, есть этот фильм о том, как дети ездили в Артек, как они время проводили, и то есть, и в это время мы же учили с журналистами работать, брать интервью. По большому счету, было очень интересно, но время идет дальше, и надо было идти дальше. Была сделана студия, Лига Бизнес Информ, лично мной был, курировалась студия создания, телевизионная РИР-студия, с видеопродакшеном, монтажом и так далее. Следующий шаг был, это создание Фриджин Продакшн, это экстремалы города Киева, во главе, с главным тренером, Юрием, вот, и мы с ним, как бы, создавали продакшен, делали, помогал ему развиваться в Ютюбе, развивать экстремальные игры, были сняты с Мэром, два ролика, где он участвовал в процессе создания этого X-парка, вот, ну и дальше мы сейчас склеимся, уже пойдем чисто по оригиналу.